Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Владимир Груздев. И сегодня я вам расскажу про вино, про которое мы уже рассказывали. Про него рассказывал Конфантин Зубрев. Он рассказывал про 2008 год, а сейчас у нас новая бутылка, 2009 год. Это вино называется Анкапагуа. Что в переводе с языков абрегенов означает полная луна. У нас Новый год и у нас новая этикетка. Как говорил Константин, все этикетки пишет художник, которого зовут Бенджамин Лира. И этикетка соответствует той погоде, которая была в том году, когда был собран урожай. То есть 2008 год был в Чили более влажный, очень много дождей было, достаточно прохладно. То 2009 год, судя по этикетке, уже более солнечный. Вот холодная луна здесь у нас нарисована, яркое солнце. Также прослеживается сезон дождей. То есть вино нам говорит о том, что оно будет еще более интересное в этом году, нежели 2008 год. Сейчас мы с вами его попробуем. Вино было создано компанией Дома Саурея. Это известное вино, которое делает вино, такие как Дома Саурея, Пинелолин, про который мы тоже рассказывали. И вот вино Паргла. Значит, здесь у нас представлен купаж. Это Каберне Савиньон, Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо и Мальбек. Очень интересная смесь. Вино полностью био, то есть при его создании не использовалось никаких пестицидов, каких-то химических удобрений и так далее. То есть полностью вино натуральное. В магазинах это вино также продается, но чаще встречается все-таки 2008 год. Вот удалось мне побывать в магазине недавно в Ашане, в Виктория, все вы их знаете. Там это вино продается. В принципе, оно стоит недорого относительно хорошего чилийского вина. Порядка тысячи, тысячи полторы. В разных магазинах по-разному. Цвет. Цвет у вина в середине. Очень-очень сконцентрированный, как вот слива. А вот по ботку уже такое более оранжевое что-то. Вину надо подышать, чтобы оно раскрылось. Если у вас есть декантор, то, конечно, лучше декантировать это вино. Но я люблю больше такие вины, которые раскрываются в бокале, чтобы можно было подольше посидеть. Поэтому и вам тоже рекомендую пробовать на разных стадиях. Открывайте, пробуйте по чуть-чуть, чтобы вы понимали, как вино развивается, как себя ведет. Очень-очень сладкое вино. Знаете, сливы чувствуются, какая-то ваниль. Вот сейчас я чувствую корицу в аромате, шоколад. Очень классное вино. Можно декантировать. Можно прям вот так пить, чтобы оно раскрывалось. И наслажаться им. Очень вкусное вино. Вот его пью. И меня сразу вспоминает, знаете, ассоциация с песней из фильма «12 стульев», когда Андрей Миронов в роли Остапа Бендера пел песни в Рио-де-Жанейро. Вот замечательное вино. Замечательная ассоциация. Рекомендую вам его попробовать в разных годах, сравнить. Пейте вино.